Рейси приехал в Гелян, и объявил о новой стратегии по Азербайджану, ознакомившись с ходом строительства железной дороги Решт-Астара в провинции Гелян, президент Ири Ибрагим Рейси заявил, что правительство Ирана мобилизует все силы для ее скорейшего завершения. Коридор Север-Юг, последним сегментом которого является строительство железной дороги Решт-Астара, подчеркнул, в частности, президент Ири, обеспечит Ирану значительные экономические выгоды и будет способствовать развитию наших отношений с соседними странами. За последние годы мы неоднократно слышали подобные заявления от высокопоставленных представителей Ирана. Но несмотря на это маршрут Решт-Астара по-прежнему оставался в списке долгостроев. Однако сегодня, похоже, ситуация начинает меняться. Слова президента Ирана о значимости этого проекта подхватил губернатор провинции Гелян Аббас Сабир, отметившись, что введенный недавно в эксплуатацию мост через Астарочай на границе двух стран облегчит проезд грузовых автомобилей и проход граждан. Кроме того, уже свыше трех лет работает железнодорожный терминал в Астаре, который выйдет на полную мощность после завершения строительных работ. А расширение автотрассы Решт-Астара до четырех полос значительно повысит пропускную способность автомагистрали Баку-Астара-Решт. Свою лепту в решение проблемы долгостроя внес и посол Ирана Сиет Аббас Мусави. На пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы Исламской революции в Иране и 30-летию установления депотношений с Азербайджаном, он отметил, что Иран и Азербайджан расположены на главном маршруте транспортного коридора север-юг, а это значит, что в рамках коридора может быть сформирован консорциум для строительства железной дороги Астара-Решт. Если по каким-то причинам это не случится, подчеркнул Сиет Аббас Мусави, то Иран построит ее самостоятельно. Слова посла Ирана, являющиеся, по сути, официальным месседжем руководства Ири, это новая страница в истории строительства железной дороги Астара-Решт, которая уже давно топчется на одном месте и в которой, как казалось недавно, заинтересована только азербайджанская сторона, выразившая даже готовность инвестировать в этот проект 500 миллионов долларов. И вот уже Иран заверяет, что при необходимости он готов достроить недостающий сегмент МТК без посторонней помощи с собственными силами. Мало того, по словам заместителя главы Миттери Мехди Сафари, Иран консультируется с Азербайджаном по вопросу многостороннего соглашения о коридоре Персидский залив, Черное море, что еще более меняет ситуацию, сложившуюся при предыдущих правительствах Ири Хакин. Эйзи уже писал, насколько легче и эффективнее станет транспортировка грузов, если совместить возможности коридоров север-юг и восток-запад. Не понимать это могли только недруги Баку, не желавшие превращения Азербайджана в крупнейший международный транспортный хаб. Тем временем переговоры о транспортном коридоре Персидский залив, Черное море продолжаются. Они ведутся между Ираном, Азербайджаном, Арменией, отныне Баку не препятствует участию этой страны в важных региональных проектах, Грузии, Болгарии и Греции. Пока можно говорить только о неформальной подготовке на уровне послов стран-участниц. Очередной раунд планируется провести в апреле-мая этого года в Софии, когда, как ожидается, текст соглашения будет готов для подписания. А пока идут переговоры, коридор Персидский залив, Черное море с декабря прошлого года уже действует в тестовом режиме и будет в течение четырех месяцев проверять логистические возможности транспортного маршрута, провозить пилотные грузы из Ирана через Азербайджан и порты Грузии на Черном море в страны Восточной Европы. Иран изменил свое отношение к Зангизурскому коридору, что не может не радовать, поскольку еще недавно одно лишь упоминание о нем воспринималось в Тегеране весьма болезненно. Теперь же посол Мусеви утверждает, что открытие жизненно важного для Азербайджана Зангизурского коридора, это вопрос, который предстоит решать Азербайджану и Армении. По его словам, Иран со своей стороны поддерживает восстановление всех транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Кстати, еще раньше министр дорог и градостроительства Ирана Растамгасими детально обсуждал эту тему в ходе своего визита в Азербайджан. Словом, становится ясно, что Иран полностью сконцентрировался на реальных экономических выгодах. Одним из наиболее важных вопросов, которые рассматривают сегодня Баку и Тегеран, является транзит. Удачное географическое расположение диктует Азербайджану и Ирану необходимость тесных и взаимовыгодных контактов в этой сфере. Если же говорить об Ирана-азербайджанском торгово-экономическом сотрудничестве в целом, то только в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос по сравнению с 2020 годом на 30%, составив 400 миллионов долларов. И это без учета активной торговли между приграничным населением обеих стран, которая не учитывается официальной статистикой. Возможно, долгожданная оттепель, наступившая в отношениях Ирана и Азербайджана после 44-дневной войны, не так заметна в формулировках политического диалога. Однако намерения обеих сторон извлечь максимальную выгоду из экономического сотрудничества сомнений уже практически не вызывают.